Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Гости, гости. — Гость сегодня у нас совершенно прекрасный будет, да. Николай Донецкий будет в гостях, музыкант, гитарист, руководитель коллектива «Эльтанго». Я так понял, судя по аппаратуре, что он будет не один, а с инструментом, как минимум. — Кое-что у нас уже тут из музыкальной аппаратуры присутствует. Ну, Николай не один, естественно, гитару в руки возьмет. — Я понимаю так, потому что столько примочек ему одному точно не нужно. — Так что будет интересно. Готовьтесь. 211-101, номер нашего телефона. — А мы свои вопросы уже подготовили. — Да. Все будет ровно через час. — Сегодня 26 мая, и для тех, кто в курсе, тот в курсе, что сегодня... — Сегодня праздник. — Сегодня праздник, сегодня пятница, сегодня праздник. — А, просто пятница, да? — Пятница и праздник. Не просто пятница, а еще и праздник. — Еще и праздник. Хорошо, так. День российского предпринимательства сегодня отмечается в России. Я посмотрел в интернете, что происходит в этот день. И буквально во всех крупных городах российских что-то там организовано. Какие-то форумы, фестивали, представители бизнеса. Вот, например, сегодня в Москве в экспоцентре проходит фестиваль бизнеса с широкой деловой и развлекательной программой в рамках как раз-таки празднования Дня российского предпринимательства. Организует это все Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Об этом сообщил ее президент Сергей Катырин. Ну и, безусловно, наш город не исключение. У нас сегодня завершается очередной форум, седьмой по счету предпринимательства на Вятке 2017. И мы приветствуем в нашей студии непосредственных представителей предпринимательского сообщества Андрей Усенко, вице-президент Вятской Торгово-промышленной палаты. Добрый день. — Добрый. — Добрый день. — И еще один Андрей, только Владимирович. Андрей Владимирович Малков. Вот сейчас, внимание, победитель областного конкурса «Предприниматель года-2017». Добрый день. — Здравствуйте. — С праздником. — С праздником, коллеги, с праздником, несомненно. — Что сегодня, сразу хочется спросить, какие мероприятия еще? Вот сейчас вот уже в процессе, да, весь? — Да, ну вот я только что с одного из мероприятий. Ну, поправлю сразу, форум не заканчивается, на самом деле. Мы договорились, что так как остались и темы для обсуждения и непосещенные районы, то, о чем мы еще расскажем, то мы договорились продлить все-таки работу форума еще на июнь. Не будем мы завершать его там только праздничным мероприятием. Мы все-таки эту работу продолжим, потому что она свой результат показывает. Ну, а что касается сегодняшних мероприятий, я сегодня сейчас как раз приехал со встречи с Ольгой Викторовной Куземской, исполняющей обязанности, заместитель председателя правительства, курирующей блок как раз там предпринимательства. Она встречалась с руководителями общественных объединений предпринимателей и руководителями организаций инфраструктуры. — Такая поздравительная была встреча? — Да нет, встреча получилась достаточно такой содержательной. Встреча была, скажем так, встречей знакомства больше даже, познакомиться с теми, с кем еще это не удалось сделать. Какие-то планы озвучить относительно деятельности правительства области на перспективу. В частности, обсуждался вопрос приезда Бровермана, руководителя корпорации малого и среднего предпринимательства в июне. Достаточно много вопросов по этому поводу. — Это общественная организация, кажется? — Нет, это госкорпорация, созданная полтора года назад как раз для интеграции всех инструментов поддержки и развития предпринимательства. Руководитель ее приезжает к нам, и у нас есть возможность, собственно говоря, те вопросы, которые по деятельности корпорации и по программам поддержки есть, задать напрямую. Мы сегодня частично обсудили, договорились, что соберем эти вопросы и встретимся еще раз перед его приездом, чтобы получить все-таки тот результат, который для региона нужен. Не просто доложить, отчитаться, принять, а все-таки какой-то результат заполучить. Плюс договорились по деятельности институтов поддержки предпринимательства. Их достаточно в регионе много, они разнопрофильные. И не всегда их деятельность, скажем так, между собой скоординирована, интегрирована даже. Это касается и различных программ обучения. Многие у нас учат предпринимателей, образовывают, развивают их, но нет стыковки, например, между различными программами, даже государственными. — Хотелось бы, чтобы как-то системно более было, да? — Да, поэтому договорились, во-первых, о ежемесячных встречах с Ольгой Викторовной в таком формате, для того, чтобы, собственно говоря, была возможность созвучивать. Она предложила результаты этих встреч напрямую доносить до исполняющего обязанности губернатора, чтобы можно было оперативно решение принимать. Плюс те вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, выносить, соответственно, на федеральный уровень через те механизмы, которые у нас есть. И депутатов Госдумы наших, и членов Совета Федерации, и членов общественной палаты. — Ну и, наверное, и торгово-промышленной палаты, в том числе. — И торгово-промышленной палаты, конечно, да. — Постойте, Андрей Ильич, вот вы сейчас обо всем этом рассказываете, но ведь много из этого было и раньше, собственно. Что нового-то? Или пока трудно, так сказать? — Смотрите, дело в том, что в этом году достаточно серьезно изменилась политика государства по отношению к поддержке предпринимательства. Я не могу сказать, что мы положительно это оцениваем, потому что если до прошлого года были прямые формы финансовой поддержки, и вы помните, как этим занималось активно наше Министерство развития предпринимательства, были формы субсидирования лизинговых операций, были формы прямого субсидирования приобретения нового оборудования. То есть были достаточно объемные средства, порядка 100 миллионов рублей ежегодно, которые выделялись бизнесу напрямую. Сейчас, с 2017 года, государство практически отказалось от прямых форм финансовой поддержки. Занята позиция относительно того, что теперь будет развиваться инфраструктура поддержки предпринимательства, которая будет позволять предпринимателям пользоваться, скажем так, различными государственными услугами, а не деньгами. Ну вот, собственно говоря, у нас Андрей Владимирович, я думаю, что как предприниматель скажет свое мнение по отношению к вот этим изменениям, но у нас есть ощущение того, что пока те деньги, которые могли дойти до предпринимательства, они уходят вот в инфраструктуру. До предпринимательства доходит все очень как бы опосредованно. Поэтому изменения эти серьезные и, ну, с точки зрения там выгод для предпринимательства пока очень неоднозначные. И что дальше говорит государство о следующих своих шагах? Оно информирует? Ну, собственно говоря, мы и хотим понять, то есть приезд бровермана в том числе мы хотим использовать для того, чтобы понимать, что будет происходить. Потому что пока все это достаточно так виртуально, да, там порталы, бизнес-планы, услуги, одно окно МФЦ, но пока это все создается, пока есть некие намерения. Там запущен портал бизнес-навигатор, что-то в нем есть положительного для начинающих предпринимателей, которые могут взять типовые бизнес-планы, там посмотреть какую-то статистику. Но сказать, что это заместило те возможности, которые там государство предоставляло до этого нельзя. Но при этом государство, например, значительно увеличивает финансовую прямую поддержку по направлениям экспорта. То есть стоит задача там не только импортозамещения, но и поставок продукции на экспорт. В те страны, с которыми, собственно, отношения сохранились. Ну, с различными странами, да. Но, к сожалению, наш регион в данном случае находится в ситуации, когда экспортный потенциал невелик. Древесины? Ну, прямо скажем. Ну, невелик он. Даже с точки зрения древесины, там не так высока добавленная стоимость, во-первых. Во-вторых, ограниченный, собственно говоря, там спрос. Если мы с вами возьмем, например, европейские страны, то нам туда поставлять практически нечего. То есть у нас все равно в основном остается это там пояс бывших республик Советского Союза, те, кто сейчас ходят в Евразес. Более того, например, ну, показательный достаточно пример, то есть когда Минэкономразвитие эти программы поддержки экспорта запускало, они не считали Евразес экспортными поставками. Потому что таможни нет, ну, граница есть, таможни нет, вроде как не экспорт. Но, понимая, что экспортный потенциал большинства регионов, он, в общем, не такой высокий, они все-таки распространили теперь это правило и на Евразес. То есть это все-таки стало являться экспортными поставками. Как Евразес это воспринял? Ну, это так, отвлекаясь от темы. Ну, такие программы у всех есть. Они есть у всех. Поэтому, вот, с точки зрения экспорта, например, государство денег выделяет, ну, по Кировской области больше, чем мы можем даже, ну, условно говоря, там, назовем это словом, освоить пусть будет, да, но вот не хватает. Больше, чем мы можем съесть. Да, да. Можем, чем можем съесть. Поэтому, ну, понятно, что государство смотрит дальше вперед в перспективу, не в текущие потребности, да, как бы развивает. Ну, вот эти перекосы есть. Мы бы хотели, чтобы там с приездом Бровермана мы бы могли дать эту обратную связь о том, что на самом деле происходит. Да, да. То есть не те эфемерные их представления о том, как, собственно говоря, там устроено предпринимательство и как оно, в какой поддержке оно нуждается, да. То есть конкретное предложение этому господину вы озвучите, когда он приедет. Да, конечно, конечно. Значит, сейчас будет небольшая пауза, затем мы все-таки спросим еще одного нашего героя, Андрея Малкова, победителя областного конкурса «Предприниматель-год-2017», какими, собственно, мерами господдержки вы пользуетесь? Пользуетесь? И собираетесь пользоваться. Собираетесь, да. После минутного перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. Форум предпринимательства на Вятке. Сегодня день российского предпринимательства. Ну, вот как сказал Андрей Леонидович Усенко, будут мероприятия еще продолжаться в течение всего июня в рамках этого форума. Опрос. Опрос, да. У нас как раз к этому дню был приурочен такой опрос на сайте нашей группе ВКонтакте. Ну, давайте я как автора опроса поясню. Вот я предложил нашим слушателям так вот в целом представить свое отношение к предпринимателям. Ну, как вы себе представляете предпринимателя, скажем так. Вот такие варианты ответа родились. Вот. Я представляю их как героев, передовиков, тружеников. Да, первый вариант. Второй, как смелых, но иногда нечестных людей. Третий, вообще жуткий. Как негодяев и жуликов. Ну, и четвертый, просто как обычных людей. Да, вот как мы с тобой. Интересно голосовать наши слушатели. Вот на странице ВКонтакте лидирует вариант ответа ровно 50% смелых, но иногда вот каких-то нечестных людей. Ну, честные люди в карты не играют. Все же понимают прекрасно. А на нашем сайте то же самое. 161% смелые, но иногда нечестные люди. Вот так вот думают наши слушатели. Александр Владимирович, вы смелый человек? Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, прошу прощения. Ну, скорее всего, да, чем нет. А иногда нечестный? Раз уж так. Очень провокационный вопрос, конечно. И если вы позволите, я оставлю. В микрофон, пожалуйста. Ну, все правильно, совершенно верно. Как же можно говорить про себя? Ну, давайте я поясню все-таки. Но стараюсь быть всегда честным. Всегда честным. Андрей Владимирович, вы возглавляете компанию, которая называется «Хлебный лекарь». Да. Чтобы понимание. И ваша компания занимается производством смесей для дальнейшего изготовления хлеба. Все ясно, да? Да. И вы сотрудничаете со многими регионами, вы не ограничиваетесь рамками Кировской области. Да. Ну, я вкратце поясню. Мы занимаемся разработкой и производством концентрированных смесей для изготовления и применения в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Ну, то, что сейчас очень популярно, там, хлеб с зерновой, с всевозможными добавками и так далее. То есть, помимо этого, мы, конечно же, предлагаем и разрабатываем рецептуры применения конечного продукта, производства, некие корректировки по заявкам производителей, особенно крупнейших производителей России. То есть, они могут попросить вас делать что-нибудь такое специальное для них? Ну, видите, специфика употребления хлебобулочных изделий все-таки отличается. То есть, Южный регион – это более потребитель пшеничной продукции. У нас же популяризация идет ржаной продукцией. Если мы пойдем в Башкирию, то там еще выше процент употребления ржанопшеничной продукции, чем пшеничной. И в любом случае мы не можем проконтролировать тенденции рынка. И в каждом регионе у нас есть свой представитель, дилер. Который изучает местные предпочтения. Да, который делится с нами информацией и который занимается обеспечением предприятий хлебопекарной смеси. Ну, давайте о вашей деятельности, как деятельности компании, чуть позже еще поговорим. Но все-таки, да, вот те вопросы, которые хотели задать по поводу поддержки государственной. Государственной поддержки, да. Какие формы вы используете? Наша организация была, вообще знакомство с формами поддержки было в 2013 году. Мы представили этот проект, который ныне существует, фонду поддержки в рамках инновационной деятельности. Фонд поддержки, областной фонд поддержки предпринимательства, да? Да, да, да. Вот, был представлен проект, был получен грант. Мы стали победителями. Сколько? 500 тысяч рублей. Это стало достаточно существенной помощью при начальной стадии проекта. В дальнейшем мы... А сколько на начальном стадии вообще требовалось? Ну, в общей сложности бюджет был порядка 2,5 миллионов. А, кстати, еще вопрос такой, когда вы начали все это? Это было в конец 2012 года. Конец 2012 года, то есть вы как раз были на такой стадии, самой стартовой в 2013 году, да? Да, да, и более того, мы были, по-моему, если не первые, то вторые вообще в России, кто пытается это сделать. То есть основными поставщиками на тот момент являлись страны Европы, Финляндия, вот этих продуктов. И уже, ну, достаточно хорошо продвигались в течение лет семи. То есть с нами был взят основной упор, конечно же, ржанопшеничной продукции, потому что эта продукция не так знакома для европейского производителя. Вот. Итак, 500 тысяч, и удалось стартануть, да? Да, удалось стартануть. Конечно, были ряд трудностей, связанных с административной характеристикой. Да, то есть очень долго мы проработали с документами. Как раз вот сейчас, анализируя, скажем, рассказ Андрея Леонидовича, в очередной раз я убеждаюсь в правильности поговорки, не дай вам Бог прожить в эпоху перемен, потому что в то время мы жили как раз в эпоху и стартовали в эпоху перемен именно от норм, существующих в России, к нормам таможенного союза. Ну да, как раз стали водиться эти все. Да. И вот тогда сначала мы, конечно, это очень принимали за такую очередную трудность. А в дальнейшем мы это немножко перепрофилировали и стали от этого получать такие дополнительные, скажем, плюсы. Потому что большие гиганты, с кем нам пришлось конкурировать, с Европой, они не успевали адаптироваться к изменению законодательств. Чисто потому, что, видимо, очень большие структуры, да? Сложно сюда перестроить. Земля постоянно выходит из-под ног, да, и надо как-то пытаться удержаться. Да, да, да. А в рамках Кирова и сотрудничая с нашими органами, значит, нам удалось от них добиться понимания, да, и они нам способствовали все-таки быть чуть-чуть на шаг впереди. Да, то есть изменения, которые будут и вступят в силу, предположим, через полгода. То есть на начальной стадии мы уже были готовы к тому, что изменится через полгода. А простите, торгово-промышленная палата наша, Андрей Ильич, как-то участвовала в судьбе вашего тезки? Ну, надо отдать должное Андрею Владимировичу. Он, как истинный предприниматель, использует все предоставляющиеся ему возможности, изучает их, и он действительно обращался и в торгово-промышленную палату, и, собственно говоря, мы рекомендовали в том числе и в фонд предпринимательства обратиться, и сам он изучал. То есть это человек, который при становлении, при развитии, собственно говоря, собственного бизнеса, использует все те возможности, которые есть. Велики они, невелики, но государство их предоставляет, почему бы им не воспользоваться? Можно, что называется, сидеть и говорить, что от государства ничего не дождешься, но вот вам, собственно говоря, конкретный пример того бизнеса, который сейчас шагнул далеко за пределы региона, и, насколько я знаю, большая часть продукции реализуется не здесь, а за пределами региона. И, собственно говоря, начался он в том числе с государственной поддержки. Скорее всего, Андрей Владимирович справился бы с этим и без тех возможностей, которые предоставило государство, но думаю, что с этими ресурсами ему было несколько легче. Какие еще ресурсы были, кроме гранта от фонда? До настоящего времени мы с большой охотой используем ресурс, как предоставление льготных кредитов этим же фондом. В том числе, вот, буквально сегодня, да, будет подведение итогов, и ставка по этим кредитам будет снижена по результатам вот как раз выигрыша того конкурса, который сегодня, результаты которого сегодня объявлены. Там суммы не слишком тоже большие, да? 2 миллиона на 3 года. То есть, ну, мы рассчитываем, что, так как мы победители по двум номинациям, мы рассчитываем, что общая сумма кредитования за этот период будет 4 миллиона. А вообще вполне себе нормальная сумма. А на что, собственно, сейчас эти деньги-то вам нужно пускать? Ну, тут видите, как мы стараемся идти в ногу со временем, да, с государственными программами по поводу экспорта. И в настоящий момент нам хотелось, конечно, вынести отдельное производство, которое будет ориентировано на рынки Европы. То есть, понимая, скажем, то, что наш продукт может быть востребован не только на территории Российской Федерации, но и на рынках Европы, нами было принято решение именно произвести закуп оборудования и становление цеха и отдельного такого блока организаций, который будет заниматься именно экспортом. Рынок европейский уже изучен или в процессе? Рынок европейский, да, изучен. И, скажем, сейчас основная хлебопекарная промышленность, которая существует на рынке, точнее, на европейской территории, она все-таки больше завтрашний день хлебопекарной отрасли России. То есть, мы сейчас видим, что появляются маленькие предприятия хлебобулочные, которые производят хлебобулочную продукцию. Там же нет крупных предприятий, есть маленькие предприятия. Они все адаптивны как раз к применению в технологиях концентрированных смесей. Ну, и именно это и стало одним из толчков к тому, чтобы рассматривать именно рынок сбыта европейских стран. То есть, формат вашей компании как раз под такой формат подходит, когда много маленьких предприятий, да? Да, но у нас есть ряд конкурентных преимуществ. То есть, такие как все-таки использование ряда ингредиентов, выращенных на территории Кировской области, Алтая. То есть, как скажем, экологически чистых продуктов? Ну да, экологически чистых продуктов. Продуктов такого специфического именно российского направления. Которых там нет просто? Да, которых просто нет и которые не берутся в разработки. То есть, пятерки лидеров производителей хлебопекарных смесей в настоящий момент интересны объемы, реализации и так далее. Мы же все-таки пытаемся не зависеть от больших объемов, но дать производителю именно то, что будет востребовано в объемах чуть меньше. Андрей Леонидович, оцените масштаб задуманного поставлять сырье для производства хлеба в европейские страны. Ну, собственно говоря, коллеги, вот и ответ на вопрос, который вы, по-моему, на прошлой программе задавали. Что такое там, что все-таки движет предпринимателей? Да, и мы там смотрели на ответ. Ну, вот это те, в русском языке как-то слово амбиции стало иметь какой-то негативный оттенок. Совершенно непонятно, почему. Оно изначально имело негативный оттенок. Ну, назовем это вот той самой предпринимательской жилкой, которая была одним из вариантов ответов. То есть это то, что не дает человеку остановиться вообще. То есть можно было бы, казалось, с одной стороны, даже не думать о Европе, куда нам до Европы, с чем мы туда зайдем. А человек, когда видит и понимает, хорошо разбирается в своем продукте, и видит и понимает рынок, он понимает, что на этом рынке есть ниши, в которые он со своим продуктом может зайти. Его не пугает ни Европы, ни ничего. И чем более того, он видит, что никто другой туда зайти не может, потому что они просто не имеют доступ к каким ресурсам. Нормальный, здравый расчет, как бы понятный. И мы можем сколько угодно говорить, что у нас там все в кризисе, все в упадке. А, собственно говоря, предприниматель-то как раз темой отличается, что он в момент всеобщего уныния ищет, как из этого выйти, а не как в это погрузиться дальше. Ну и, собственно говоря, опять же, там, пример Андрея Владимировича. Вот он показатель. Кто бы мог подумать, что там небольшое и неизвестное практически в регионе предприятие, согласитесь, наверное, мало кто знает, что у нас в регионе есть предприятие, которое поставляет хлебные смеси почти по всей России. Но это открытие для нас сегодня. Да, еще и собирается выходить на европейский рынок. И причем предприятие молодое, то есть ему 4 года, да? Молодое предприятие, воспользовавшееся поддержкой, опять же, к вопросу, да, вот об этом взаимодействии там бизнеса и власти, о полезности этих мероприятий, которые там проводятся. Они все-таки позволяют предпринимателям использовать те ресурсы, большие, маленькие, полезные, неполезные, которые все-таки есть. И с их использованием выходить. Вот Андрей Владимирович говорит о том, что сегодня будут вручены сертификаты. Да, действительно, мы тут немножко предвосхитили ситуацию. Сегодня в пол второго начнется награждение победителей конкурса «Предприниматель года». Ну, у нас сегодня праздник, поэтому мы Андрея Владимировича поздравили заранее. В 13.30 его поздравит исполняющий обязанности губернатора, вручит почетный диплом. Вот я хотел бы об этом после рекламы спросить уже. Что значит-то, собственно, да, и как будет? Сейчас на рекламную паузу прервемся. Да, я хочу просто сейчас вопрос еще задать Андрею Владимировичу. Такие планы у вас на Европу. У вас случайно дед или прадед до Берлина не доходил? А оба деда воевали, и один дошел до Берлина, вернулся через два года. Дорога знакомая. Дорога знакомая. Все, идем на Европу. Реклама, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Итоги форума предпринимательства на ветке 2017. Мы предварительные итоги сегодня еще подводим. В нашей студии наши гости Андрей Усенко, вице-президент ветско-торгово-промышленной палаты, и Андрей Малков, руководитель компании «Хлебный лекарь», победитель областного конкурса «Предприниматель года 2017». Что вообще это звание значит для победителя, для сообщества предпринимательского? Для вас лично, Андрей Владимирович, ноша, может сказать... Ну, кроме того, что это просто приятно. Ноша тяжелая, может, какая-то... Нет, в любом случае это, конечно, очень приятно. Сколько, кстати, претендовало человек на зоне? Порядка ста. Порядка ста. Порядка сотни? Да, да. То есть, причем это достаточно большое количество из районов традиционно у нас на этот конкурс заявляются. Конкурс проводится правительством области в 11, по-моему, уже раз. И, в общем, достаточно весомым признанием для предпринимателей региона является, собственно говоря, победа в этом конкурсе. Потому что несколько лет уже мы, собственно говоря, добились того, что вручает это звание руководитель региона. Кроме этого, там получают победители ценные призы. И, как Андрей Владимирович сказал, сертификат на льготные условия по займу. Поэтому для, собственно говоря, предпринимателя это и признание, да, и некая практическая там польза. Потому что, насколько я знаю, в общем, этими сертификатами достаточно активно пользуются, получают эти деньги. В общем, стимул есть у участников, да? Бороться за звание лучшего. Да, потому что предприниматели из районов, сегодня победители конкурса приедут в Киров, будут награждены в здании правительства области. И, собственно говоря, там на следующей неделе будет опубликован список победителей полностью, поэтому... Подождите, это все предприниматели года? Или предприниматель года только один? Нет, нет. Дело в том, что там, если я не ошибаюсь, по-моему, 9 или 10 номинаций. В разных номинациях, да? Да, да. Разные виды деятельности, естественно. И, соответственно, в каждой номинации от одного до трех победителей... А я так понял, что Андрей Владимирович в двух номинациях сразу. Андрей Владимирович, да, победил у нас в двух номинациях. Поэтому можно сказать, что он победитель лишь победитель. Дваждый победитель, да. Ну, продолжайте. Что для вас означает? Да, приятно. Ну, для нас, конечно, это признание того, что наши результаты оценены правительством. Второе, и особо важное, это воспользование вот этой льготой при получении кредита, заемных средств. В принципе, 7% это достаточно приемлемы для любого бизнеса. 7% это ставка, да? Да, это ставка. Это взаимный льготная ставка. Льготная ставка. И в настоящий момент ни одно коммерческое, скажем, коммерческий банк этого не может предложить. Порядка 20%, да, еще с коммерческим банком? Ну, можно 18-20%. Ну, я приблизительно, да. Но это с очень серьезным обеспечением, да. И это, как бы, такая проблема малого бизнеса, обеспечение этих кредитов. То есть, если фонд требует, чтобы 85% было обеспечено. То банк 200. То банк, да. Ну, по факту они говорят, что 101% должно быть перекрыто, но де-факто при оценке имущества, предлагаемого в залог, они, ну, до 200% это доходит точно. Эти деньги заранее, да, в областном бюджете закладываются? Нет, дело в том, что фонд сейчас действует практически уже в автономном режиме. Он был профинансирован в течение предыдущих лет. В основном с привлечением федеральных средств. И сейчас он, что называется, воспроизводит эти средства. Он действует действительно в режиме, там, ну, в соответствии со своим статусом микрокредитной организации. Сейчас не требуется бюджетного финансирования для деятельности фонда. Более того, он окупает свою деятельность сам за счет тех небольших, но все равно процентов, которые предприниматели уплачивают. И, ну, насколько я знаю, даже там, в общем, прибыль приносит. То есть, с точки зрения деятельности фонд сейчас является, ну, кредитной организацией вполне полноценной, но при этом выполняющей определенную, ну, не социальную, а государственную функцию. Почему это социальная функция? Ну, государственную ее назовем, да. То есть, там, социально у нас принято, как бы, так, по отношению к каким-то слоям населения, в первую очередь. Здесь фонд выполняет государственную функцию поддержки предпринимательской деятельности. Ну, ладно, руководителя фонда Елену Гущину, думаю, пригласим впоследствии. Подробно об этом поговорим. Андрей Владимирович, а вот это, да, европейское производство не озвучили, да сколько придется вложить в это во все? И сроки реализации, какие вы перед собой ставите этих планов? Ну, сроки реализации, конечно, только на расчеты первоначальные возможности и привлечение каких-то дополнительных инвестиционных средств. Это на старт только осуществления этого мы выйдем, скорее всего, срок стоит первого декабря. Этого года? Да, этого года. Ну, реально, скажем, сталкиваясь с отклонениями практически и, скажем... С действительностью. Да, с действительностью, да. Корректировки приходится уносить. Очень бы хотелось, конечно, выйти к периоду февраль. Февраль уже 18-го года. Да, но это как бы... Очень много факторов зависит от нынешней ситуации, скажем, и работы в этом году действующего организации. Действующего, значит, оборудования, действующих дилеров и ситуации в целом на рынке хлебопекарных. Плюс очень много возложено на те разработки, которые были в конце прошлого года, ныне, да, которые ныне продвигаем и презентуем предприятиям. То есть, если они принесут достаточно объем финансов при работе, реализации и дадут больше уверенности в том, что мы идем верной и правильной дорогой, дадут уверенности в завтрашнем дне в том, что мы сможем независимо от старта и сроков старта этого второго проекта гасить, да, свое обязательство перед кредитными организациями, инвесторами. То, в принципе, я пока надеюсь, что 1 декабря, да, мы все это запустим и это все будет. Плюс все равно необходимо иметь отклонение по срокам изготовления оборудования, потому что оборудование достаточно специфическое. Оно импортное под специальный заказ делают, да? Импортное или российское? Есть. Ну, даже если оно российское, то основная часть из узлов и соединений это все Италия, Германия, Китай. То есть, даже если мне говорят о том, что мы российские, да, мы начинаем разбираться. Даже подшипники в настоящий момент используются, там, китайские, итальянские редукторы используются везде практически итальянские. Причем Италия там производит половину в Китае. То есть... Сложная, очень запутанная схема. Специфика самого оборудования-то. Есть необходимость все-таки посидеть с профессионалами и создать то, что необходимо, исходя из опыта до того, что уже есть. Вы, ваши сотрудники, собственно, обладаете соответствующими компетенциями, квалификациями? Ну, мы не всеми компетенциями и квалификациями обладаем, но мы постараемся привлечь специалистов тех компаний, которые будут обеспечивать изготовление. А у них достаточно хорошие есть специалисты. Для реализации этих планов какое-то согласование на уровне федерального центра потребуется? И вообще, мне кажется, что федеральный центр должен обращать на это очень пристальное внимание? Ну, мы вчера общались с корпорацией МСП, да, которая, в принципе, обеспечивает такого рода проекты на федеральном уровне. В настоящий момент им необходимо презентовать тот план, который есть. Большая часть из него, конечно, в голове, и нам пришлось немножко взять тайм-аут для того, чтобы сформировать именно тот пакет документов, который им необходим для принятия решения. То есть, если корпорация МСП нас поддерживает, да, то они достаточно хорошие ресурсы предоставляют, не только финансовые, да, но и в плане поддержки, ну, других направлений. Потому что, ну, я думаю, что они тоже заинтересованы в успешной реализации данного проекта. Ну, а мы как раз, я думаю, дадим Андрею Владимировичу возможность, собственно говоря, презентовать этот свой проект не просто там корпорацией МСП, а ее руководителю, который приезжает к нам 21 июня. То, о чем мы сегодня говорили про Верманда. Ну, вот, в принципе... Я предлагаю сразу же по итогам встретиться в нашей студии, да, этого разговора. Подписать соглашение, передать Андрею Владимировичу деньги и накрыть поляну. Я буду рад, да, если это все получится. Ну, теперь я понимаю, что сроки предоставления и согласования с секретарями корпорации МСП сократились в разы, если 21 числа здесь будет руководитель. Руководитель, спасатель. Сам приедет? Да, сам приедет. Я думаю, мы постараемся это сделать, потому что, собственно говоря, одна из наших основных задач при приезде Брайвермана, это конкретные проекты, которые имеют перспективу реализации в регионе. Тем более экспорт-ориентирован, тем более проект, прямо в политику вписывается Россия. Как бы громко это там не прозвучало, накормим Европу хлебом, это, в общем... Не, ну, де-факто, де-факто мы можем и в настоящий момент кормим, да, неплохо Европу. И если поднять статистику, то объем зерновых, которые туда отгружаются, он как раз очень серьезно перекрывает потребности Европы. Ну, и все, к тому же, хорошим хлебом накормим, да? Конечно, мы накормим отличным жанно-пшеничным хлебом. Я думаю, что все получится. Единственное, что не уверен, что это будет очень быстро. Но спешка, скажем, всегда. Но вы, что называется, стоите на своем, да. Минута. Андрей Еленович, июнь, собственно, несколько слов о том, какие еще мероприятия. Ну, мы продолжим те выезды в районы, собственно говоря, о которых мы рассказывали в прошлый раз, потому что это действительно очень хорошая практика общения органов власти и предпринимательства. Поверьте, мы сегодня, собственно говоря, собирались, в том числе обсуждали. Предприниматели действительно получают информацию с первых рук, во-первых. Во-вторых, консультации прямо на месте получают по всем тем изменениям, которые происходят. И мы все-таки видим, как меняют свою позицию контрольно-надзорные органы. Из прихода с проверок, с проверками, да, вот в такой диалог, когда они приезжают к предпринимателям, начинают рассказывать, слышат проблемы предпринимателей. Видят те же самые надзорные органы, что не они одни что-то требуют. Потому что, когда они по очереди, друг за другом, начинают рассказывать предпринимателям, что с них требуется, они сами начинают понимать, что бедный предприниматель, который один перед ними сидит, а их тут пятеро, испытывает достаточно серьезные стрессы и проблемы. Ну, а с точки зрения, может быть, такого там праздничного пожелания с легким скепсисом, коллег, сегодня еще, помимо Дня российского предпринимателя, День снежного барса. Вот очень не хотелось бы, чтобы через некоторое время попало и сокращалось. Поэтому искренне желаю, чтобы День предпринимательства не стал Днем снежных барсов. Еще раз с этой даты, с этим праздником. Банкет-то будет сегодня? В рабочем режиме. В рабочем режиме, хорошо. Спасибо нашим гостям, Андрей Евсенко, Андрей Малков. Мы на этом завершаем программу Дневной разворот. До встречи в Культпоходе ровно через 20 минут. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok